Здравствуйте! Вы смотрите Диалог. Разговор с гостем нашей студии сегодня будет посвящен Дню Великой Победы. Присоединяйтесь. Константин Сергеевич Мищенко. Заместитель директора Гомельского областного музея военной славы. В 1987 году окончил исторический факультет Гомельского государственного университета. В 1996 году аспирантуру Национального института образования. В 2003 году Академия управления при президенте Республики Беларусь по специальности государственное и местное управление и самоуправление. Турдовую деятельность начинал в сфере образования. Пионер-важатым, учителем истории в школах Брагинского района. Работал в партийных органах. В начале 90-х возглавлял коллектив Брагинской средней школы номер один. С 1993 года по 2001 занимал должность заместителя председателя Брагинского райисполкома. Курировал вопросы социальной сферы и идеологии. В 2001 году стал директором Гомельского областного краеведческого музея. Несколько лет работал в областной службе занятости населения. В нынешние должности с 2008 года. Вопросы Константину Мищенко можно задать по номеру телефона прямого эфира в Гомеле 340-043. Номер связи по Вайбер 340-043-3. Здравствуйте, Константин Сергеевич. Здравствуйте, Игорь. Я поздравляю вас с наступающим праздником, с Днем Великой Победы. В Беларуси нет семьи, которой бы не коснулась война, в которой бы не принесла страшные потери, тяжелые разлуки. Константин Сергеевич, в начале нашего разговора расскажите, пожалуйста, о солдатах Победы ваших родных. Ну, для меня, как и для многих в нашей республике, это действительно такая болезненная тема, потому что я родился и не знал ни одного своего деда. Мой дед по линии отца Мищенко Иван Минович погиб под Сталинградом в Сталинградском сражении. Ну, а второй дед, он вернулся с войны, дожил до Великой Победы по линии матери Алексея Наумовича Ющенко. Но умер задолго до моего рождения, имел тяжелое ранение, ну, и, собственно говоря, они его свели в могилу. Поэтому для меня это действительно тоже особая дата, День Победы, и я ее всегда отмечаю. Вашей семье приходилось сложно, да, особенно женщинам вашей семьи в то время, в послевоенной, и, по сути, вам некому было рассказывать о войне. Да, с кем вы об этом говорили? Ну, больше с отцом, потому что, как бы, ему было 12 лет, и он, как бы, находился в это время на оккупированной территории. Дядя мой в 16 лет был угнан в Германию, и уже его освободила Красная Армия, он там вступил в ее ряды уже в 45-м, на заключительном этапе войны. Ну, и, конечно же, я с детства, в общем-то, участвовал в художественной самодеятельности, поэтому всегда 9 мая меня с третьего класса приглашали читать реквием Рождественского. У монументов в Сельском Совете там было несколько памятников, несколько деревень, поэтому меня брали с собой, были ветераны, и вот я слушал их разговоры, пока они собирались перед торжественной частью. Ну, и затем, после уже завершения, поэтому, как бы, эта тема мне знакома уже давно еще, до того, как я начал заниматься историей. Мне бы очень хотелось, чтобы наш сегодняшний разговор кого-то подтолкнул к тому, чтобы больше узнать об истории своей семьи и о том, что происходило в те годы, в сороковые. Здесь или, может быть, в местах эвакуации, или там, где сражались близкие наших зрителей. Вообще, какая роль сегодня у музея военной славы в том, чтобы хранить, изучать, документировать данные? Ну, во-первых, мы собираем музейные предметы, то есть часто нам передают свои семейные реликвии. Есть буквально интересные материалы. Обычно, конечно, вот у нас выстроена экспозиция, уже ей вот исполнилось 26 числа 15 лет, у нас 6 апреля. Вот в канун музей наш открыт был к 60-летию Великой Победы с участием главы государства. И вот эти годы, тем не менее, музей – это нечто такое, чтобы уже сформированные раз и навсегда, безусловно, вносились изменения. Люди приносили свои семейные реликвии. Иногда бывают удачные такие моменты, когда, скажем, мужчина принес папочку с бумажными документами. Говорит, возьмите, может, вам пригодится. Как бы, я уже человек немолодой, вот это моего отца, он был танкистом, и, как бы, я не знаю, вот, может, моим детям это будет неинтересно, и, не дай бог, со мной что случится, значит, выбросят просто куда-то. Ну, может, вам пригодится. И мы нашли там очень уникальные документы, но самое главное, там была служебная характеристика. Он был танкистом, командир танка, и вот под старые русы его в 42-м году послали в разведку. Он долго не возвращался, и когда, в общем-то, поняли, что что-то случилось, направились, танка перебиты гусеницы, он погиб, весь экипаж, кроме него, он, командир танка, тяжело раненый в ногу, контуженный, 18 часов в одиночку вел бой. И вот перед 75 трупов солдат вермахта, которые пытались добраться до танка уже с перебитыми гусеницами. Ну, и вот, как бы, частный такой подвиг, он был представлен к ордену. Это уникальный, да, случай? Да, и вы понимаете, таких случаев огромное множество. Мы взяли, как бы, самых известных людей, но ведь миллионы людей были вовлечены. И я вот, когда бываю, встречаюсь с молодежью, всегда говорю, что изучайте историю своей семьи, потому что там еще, в общем-то, нам на столетия, наверное, есть работы для того, чтобы, ну, как бы, коснуться почти практически каждой судьбы. Ну, и, кстати, в этом плане есть хорошие наработки, вот, в образовательных учреждениях многие этим уже занимаются. В военной истории есть много героических страниц, но есть и поистине страшные. И одна из них – это история деревни Алла в Светлогорском районе, где в один день были заживо сожжены и расстреляны 1758 человек. Мемориал, который здесь открывается, это знак того, какой ценой великой, страшной досталась нам эта победа. Вообще, сколько у нас деревень, которые разделили эту горькую судьбу Аллы и Хатыни? К сожалению, противник использовал тактику выжженной земли, и, действительно, цифры, ну, очень велики. Полностью или частично на территории Гомельской области было сожжено 1126 населенных пунктов. Причем, что значит частично, я когда-то, когда Фонд Мира инициировал проведение акции «Дорогами сожженных деревень», и, как бы, я вот принимал тоже в этой первой акции участие, значит, я посмотрел некоторые документы, и оказалось, что одна деревня довоенная, в ней было 450 дворов, фашисты сожгли 449, и деревня считалась сожжена частично. То есть один двор остался? Один дом, ну и тот дом местного полица. Не было черта с лица земли? Да. И людям приходилось восстанавливать, а были населенные пункты, которые фашисты сжигали по два раза, а некоторые по три раза на полесе, они там строили землянки, возвращались, каратели приезжали, опять же сжигали, они уходили в лес, возвращались, опять отстраивали. Это, в общем-то, ну, невероятная живучесть нашего народа, вот, и тяга к жизни, и вот, что бы ни происходило. Ну, это невероятная жестокость, такой уровень, который сегодня в нашей современной жизни невозможно себе представить. Константин Сергеевич, вы задавались вопросом, вообще, почему такие зверства, они вообще были возможны, но ведь все же люди. Ну, это крылось, прежде всего, в той доктрине, которую исповедовало руководство фашистской Германии. Дело в том, что, согласно им постулатам, население восточных территорий, особенно славяне, рассматривали с их точки зрения как унтерменши, то есть как недочеловеки. Поэтому тотальное уничтожение в секретном приложении в плане ОСТ, там четко была поставлена задача переселения 75% населения Беларуси, а переселение у них известное дело, об этом европейское еврейство очень хорошо знало, то есть эти переселения. Поэтому фактически должно было остаться 25% только населения. В том же Гомеле до войны было 147 тысяч, немцы планировали оставить только 50 тысяч. Мы эту тему продолжим, о Гомеле поговорим отдельно. У нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у нас в нынешние вот эти годы модернизируются музеи военных частей, как военные годы были. Мы как в школе учились, я окончила школу в 91-м году, у нас НВП было, и у нас музеи постоянно нас сопроводили, мы знакомились все это. А вот чтобы нынешние дети росли и хорошо все это изучали, и все это знали хорошо. А где вы живете? Я в городе Гомеле живу. В Гомеле? Да. Спасибо. Надо сказать, что у нас ряд школ имеют военные музеи, мы с ними работаем, даже, в общем-то, помогаем, так сказать, методическую помощь оказываем руководителей школьных музеев. Но не все школы, то есть сегодня есть этнографические, там школьные комнаты, истории школы и так далее. Поэтому, конечно, по мере силы возможностей мы тоже принимаем участие, проводим мероприятия выездные, развертываем временные экспозиции в школах, чтобы как-то восполнить пробел там, где нет музейных комнат, посвященных периоду Великой Отечественной войны. Давайте продолжим. Мы говорили о жизни, которая была в нашем регионе в военные годы. Гомель 28 месяцев находился в оккупации, и в это время действовал так называемый новый порядок, введенный врагом. О его результатах вы уже сказали, что более чем 140 тысяч человек погибло за эти годы. А что представляло собой эта жизнь? Какой она была? Ну, во-первых, тяжело осталось для населения. Как бы мы вот и у себя, мы много рассказываем о подвигах, о славе и так далее. Но то население, которое осталось на оккупированной территории, часть ушло в эвакуацию, конечно. Но, тем не менее, оно испытало весь ужас от этого нового порядка. Дело в том, что в ночное время действовал комендантский час. То есть везде на досках объявлений пестрело, что за неподчинение, то есть, скажем, с 7 вечера до 5 утра, вот когда световой день полный, а в зимнее время с наступлением темноты до рассвета запрещалось перемещаться. Даже нельзя было покидать свое жилище, ходить к соседям. Проводились облавы бесконечные, то есть, заходили, проверяли в дома, в квартиры, значит, документы, кто там находился и так далее. Не дай бог, если кто-то чужой зашел по условиям военного времени. Тем более, что вот Гомелю в какой-то степени не повезло дважды, потому что он находился в зоне ответственности группы армий «Центр». Здесь было военное управление, и только гражданское, с точки зрения оккупационных властей, оно носило вспомогательный характер. Поэтому малейшее нарушение грозило смертью для жителей города. Потом тяжелые принудительные работы, то есть, выводили всех, платили там гроши за это дело. То есть, ну, за которые прожить было невозможно. Тем более, что оккупационные власти, вот если, скажем, были международные конвенции, существовали еще до войны, в Первую мировую войну, и когда захватывали какую-то территорию, то оккупационные власти брали на себя ответственность снабжения продовольствами и так далее. На восточных территориях это не действовало. В Гомеле тоже это не действовало. Поэтому каждый должен был выживать как мог, вот, добывать себе средства к существованию. Нет, обречен был на голодную смерть. Поэтому это тоже. С другой стороны, по любому поводу, за любую там поддержку подпольщиков, партизан, за сочувствие и так далее, за какое-то сказанное слово в адрес, так сказать, нового порядка, это все грозило санкциями вплоть до смертной казни. Поэтому, конечно же, огромная несвобода и массовые расстрелы. Причем сразу выявляли партийно-хозяйственный актив, семьи, семьи военнослужащих, истребляли коммунистов, комсомольцев и так далее. Это было в порядке вещей, поэтому это был действительно страшный режим. Ну, уничтожали даже детей, не щадили ни стариков, ни женщин. Несколько лагерей смерти было только в самом Гомеле, да, еще в Азаричах, в Красном береге. И, конечно, единственный способ борьбы с такой жестокостью – это отчаянный отпор врагу. Вот из последних сил, как только возможно. Сложно представить, что в таком режиме, о котором вы рассказали, в оккупированном Гомеле боролись подпольщики. Какими были их действия и к чему они привели? Ну, в принципе, еще с начала войны, так сказать, руководящую роль в стране играла Всесоюзная коммунистическая партия большевиков, поэтому на территории Белоруссии коммунистическая партия Белоруссии. И, так сказать, изначально во всех решениях, которые принимались в начале войны, принималась, так сказать, организация партизанского и подпольного движения. То есть были продуманы группы, оставлены явочные квартиры там и все. Но, к сожалению, момент, когда перед захватом города, город подвергался бомбардировке, не только 24 июня, вот когда в 1941 году был первый крупный авианалет. И в последующем многие квартиры, где было заложено там и оружие, и продовольствие, и прочее, прочее, они пострадали, были разрушены. При первых облавах были выявлены некоторые из оставленных подпольщиков. Разумеется, что это все нанесло и сложно было. И, как бы, для подпольной работы были оставлены люди, которые, как бы, ну, те, кто занимал видные посты, они ушли в партизанские формирования. А вот некоторые специалисты, скажем, там, как, допустим, Бородин или Тимофеенко, они занимали более скромные должности, как бы, они были оставлены для Шулькин, для организации подпольной работы. Они знали явочные квартиры в городе Гомеля, с соблюдением осторожности все делалось и так далее. И задача входила у подпольщиков не только открытая, там, борьба уничтожения, скажем, наиболее таких палачей белорусского народа истреблять. Но это и информационный, так сказать, ряд, то есть распространяли листовки, потому что дезинформация противника говорила о том, там, Москва взята, прекращайте сопротивление, служите великой Германией, как эти призывы все делалось, и нужно было разоблачать. Поэтому слово тоже было оружием. И, как бы, в невероятных условиях, тем же Бородиным, который был определён, так сказать, он инженер-печатник, поэтому работал на нашей полиспечати, и, соответственно, ночью, когда бдительность охранника восслабевала, он умудрялся печатать листовки. В основном тексты писал Тимофеенко для этих листовок, и информационный блок выносили, распространяли под страхом смерти. В общем-то, многие подпольщики на территории города Гумеля действовало практически 98 подпольных групп. Они были от там 3-5 человек, ну и самая крупная, это, конечно, группа Бородина, Тимофеенко, ну а потом к ним примкнул Шилов. И, в общем-то, там порядка 28 человек насчитывалось, и, собственно говоря, это самая такая крупная группа. Но почему маленькие делали? Потому что, ну, в случае, если попадали в гестапо, не все могли выдержать пытки. Да, чтобы не сдать всех. Великие люди, люди, имена которых носят улицы города Гумеля, люди, которые достойны, чтобы о них, о их жизни, об их подвиге помнили. Сотни и сотни лет. Люди, которые не боялись смерти, а боялись только того, что их родина достанется врагу, врагу жестокому, который не знает пощады. Емельян Барыкин – знаменитый, легендарный комиссар, герой нашего сюжета. Эта улица в Гумеле самая протяженная – около 7800 метров. Формироваться она начала еще в 1880 году, а в 1957 была названа в честь героя Советского Союза Емельяна Барыкина. В этом году ее украсил партизанский мурал на одном из новых высотных домов. Площадь картины более 200 квадратных метров, высота почти 40. Барыкина изобразили с пышной бородой. Предполагается, что именно так он выглядел во время оккупации. Это была традиция тех лет – носить бороды, пока на родной земле не останется ни одного врага. Впрочем, есть и другая версия. Таким образом, хорошо известный в Гумеле Барыкин изменил внешность, переходя на нелегальную работу. Сегодня для большинства гомельчан Барыкин – это участник партизанского движения. Вместе с тем, летом 1941 года Емельян Игнатьевич принимал участие и прилагал максимум усилий по решению вопросов, связанных с мобилизацией, с эвакуацией промышленных предприятий, с эвакуацией населения, по организации Гомельского полка народного ополчения, ну и, конечно же, по подготовке и организации подпольного движения. Гомельский полк народного ополчения, или в неофициальной терминологии первый механизированный пулеметный полк, был сформирован в июле 1941 года. Вначале охраняли городские объекты и задерживали диверсантов. Когда к Гомелю подошли фашисты, вели оборонительные бои, последний из которых произошел у деревни Поколюбичи. С 17 по 19 августа вместе с бойцами Чонковского мотострелкового полка войск НКВД ополченцы держали оборону в урочище Семень. Это около 7 километров от современной городской черты. Сегодня на этом месте установлен мемориальный знак. Что касается Барыкина, то после занятия немецкими войсками Гомеля он ушел в Новобелецкий лес, где стал комиссаром партизанского отряда «Большевик». Сегодня место его формирования известно как «Мемориал Партизанская Креничка». На протяжении года, с августа 1941 года до лета 1942-го, партизаны разгромили несколько гарнизонов противника, подорвали мост через реку Вить, устроили 25 засад на шоссейных дорогах, уничтожив десятки автомашин и обозов. В начале февраля 1943 года на расширенном командирском совещании, проходившем в Полесском лесу, было решено партизанские отряды преобразовать в бригады и объединить в партизанские соединения. Барыкин стал начальником Гомельского штаба. Эффективность партизанских соединений на территории Белоруссии, конкретно Гомельщине, была очень высока. Об этом есть подтверждение, так бы сказать, донесения немецких, так бы сказать, участников контрпартизанской борьбы. Но самое главное, что на них очень часто меняли тактику, использовали непосредственно нападения на гарнизоны, перемежевывались непосредственно с нападениями на железную дорогу, то есть рейсовая война знаменитая 1943 года, ну и также нападения на колонны на шоссейных дорогах. Это имело серьезные результаты, а в 1943 году это привело к тому, что крупные подразделения партизанских соединений, которые могли проводить такие серьезные операции, выгоняли с маленьких тропинок, когда немецкая армия отступала, на широкие дороги, в общем-то, крупные немецкие части. А там они попадали под удар непосредственно уже авиации Красной армии, что также приводило к серьезному успеху. Сегодня в Гомельском областном музее военной славы Емельяну Барыкину посвящено несколько стендов. Экскурсантам не только обязательно расскажут о боевом пути героя Советского Союза, но и покажут его личные вещи от полученного еще до войны знака «Почетный железнодорожник» до личного дневника 1942 года. Свой партизанский путь Емельян Барыкин закончил, кстати, еще одной удачной операцией. 17 ноября 1943 года он возглавил одну из партизанских бригад, которая в результате молниеносного штурма захватила переправу через реку Березину у деревни Горваль. Три дня противник пытался вернуть ее, но партизаны под руководством Барыкина создали крепкую оборону. 20 ноября 1943 года по сохраненной ими Горвальской переправе на западный берег переправились уже советские войска. На реке Березине, на селенном пункте деревни Горваль, он организовал захват переправы, которую подготовили немцы. И непосредственно немцы попытались ее вернуть, так как для них она была стратегически важной. Но им это не удалось сделать, так как была организована прекрасная оборона. На протяжении трех дней немцы пытались захватить переправу, им это сделать не удалось. И, по сути, партизанское соединение бригады Емельяна Барыкина, которую он руководил, удержало до подхода Красной армии. В 1944-м Емельяну Барыкину присвоили звание Героя Советского Союза. И в том же году в звании полковника он уходит в запас. До 1948-го работал секретарем Гомельского горкома партии, после чего был избран секретарем Барановического обкома ВКПБ. Емельян Барыкин, умер 25 марта 1951 года. В памяти людей он остался человеком, который любил родину и людей. После военных годов он явился один из активнейших участников восстановления, возрождения города над Сожем. Этому есть свидетельства как фотоматериалы, как документальные свидетельства. Среди документальных свидетельств, безусловно, особую роль занимают воспоминания очевидцев, тех, кто непосредственно с Барыкиным работал. Среди таких есть помощник в послевоенные годы Барыкина Карпенко. Она вспоминала, что Емельян Игнатьевич, когда собирал своих подчиненных, очень часто напоминал им, стремитесь сделать так, чтобы человек не уходил от вас обиженный. Постарайтесь его понять и помочь ему. Люди приходят к нам с наболевшей душой. На мой взгляд, эти слова действительно показывают Барыкина как человека чуткого, как человека желающего и стремящегося помочь и поддержать людей. И тому, безусловно, были не только слова, но и его дела. Великая Отечественная война является составляющей частью нашей исторической памяти, составляющей частью нашего культурного кода, кода нашей нации. Сегодня для нас более чем когда стоят актуальными, стоят достаточно острые вопросы сохранения и передачи будущим поколениям информации о героях военного времени. А Емельян Игнатьевич Барыкин является ярчайшим примером мужества и патриотизма. Вы смотрите «Диалог». Заместитель директора Гомельского областного музея военной славы. Константин Мищенко сегодня у нас в гостях. Константин Сергеевич, освобождение региона, которое началось осенью 43-го года, было бы невозможным без помощи партизан, как Вы считаете? Ну, по крайней мере, партизаны ускорили это освобождение, поскольку своими активными действиями они помогали фронту. Когда, допустим, шла Сталинградская битва, Гомельский узел благодаря партизанам был парализован на 8 суток. То есть не могло, было остановлено движение поездов. То есть это подкрепление, это вооружение, это боеприпасы и так далее. Все были заблокированы активными действиями партизан. Поэтому, разумеется, что у нас действовало порядка 29 бригад, на территории которой объединяли 111 полков, вернее, 111 партизанских отрядов и еще 10 отдельных партизанских отрядов действовало. Это почти 50 тысяч бойцов в тылу противника. Поэтому, разумеется, и вот когда уже Центральный фронт под командованием Константина Константиновича Рокоссовского приблизился к нашим границам и началось форсирование, то вот первые, так сказать, бойцы Красной Армии переправились на западный берег Днепра, вот на юге нашей области, вот благодаря партизанам, которые наладили эту переправу, подготовили плавсредства, помогли переправиться. И вот первые плацдармы были отвоеваны с участием партизан. А почему в истории Великой Отечественной именно Гомельско-Реческая операция считается блестящей по мастерству исполнения и стала таким полководческим триумфом Рокоссовского? Ну, Рокоссовский вообще удивительный полководец, потому что, как бы, помимо Гомельско-Реческой наступательной операции, конечно же, Курская битва предшествовала этому. Потом вот здесь человек, который, в общем-то, он очень трепетно относился к солдату. То есть, ну, на войне, как на войне. То есть, иногда командиры, посылая солдата в бой, понимали, что не все вернутся. Но когда в Гомель наши войска вошли уже 11 октября, была освобождена Белица. И, как бы, перед командованием стояла дилемма. То есть, ну, отдать приказ идти в атаку. И высокий берег Сожа на этой стороне, вот в районе Дворцова паркового ансамбля, он был укреплен противниками очень здорово. То есть, они вырыли траншеи в рост. Все виды вооружения там присутствовали. Акватория Сожа была заминирована с обеих сторон. Даже в воде были мины и так далее. Были бы страшные человеческие жертвы. Просчитав все это, Рокоссовский решил охватить с юга и с севера. Он тайно перебросил сначала под Лоев 65-ю армию Павла Нача Батова. Отвоевали Лоевский плацдрам. Создали условия для того, чтобы зажать противника в Междуречье Днепра и Сожа. И таким образом выдавить их из Гомеля. Здесь еще решалось гуманное отношение к местному населению. Потому что при штурме, хотя жители здесь были немногочисленные, но они бы пострадали. И город был разрушен во время войны на 46%. То он бы практически был бы стер с лица земли. И благодаря этим действиям Рокоссовского и остатки города были спасены. И спасены тысячи и тысячи человеческих жизней. И в этом, в общем-то, тоже величие вот его планов. И, собственно говоря, относительно вот в самом городе немцы вынуждены были его оставить. Выдавил он их отсюда умелыми маневрами. Взял в речицу с другой стороны, так сказать, со стороны вот ветки. Оттуда удары и так далее. И они ушли. А знаете ли вы, кем и когда был освобожден Гомель? С таким вопросом к людям на улицах города обратились наши корреспонденты. Не помню. В 44-м, по-моему, году. Нет? Нет. Я еще был маленьким. Точнее, меня вообще не было. Ну, а в школе изучали? Конечно. Ну, мне уже 35 лет я забыл. Кем не знаю, но, наверное, в 44-м. Я забыла, честно. Не помню. В школе нас учили, по-моему, в 1943-м, 26-го ноября. К сожалению, я не могу отъесть, не знаю. И даты не знаете? Нет. Нет, я не знаю. Я знаю только, что мой папа покойный воевал. У него было две красные звезды, орден войны, очень много медалей. 26-го ноября, 43-го года. 26-го ноября, да. А года какого? Какого года? 44-го, наверное. Нет? 43-го? 43-го, ну. Рокоссовский Константин Константинович. Первый белорусский. А дата? 26-го ноября 1943-го года. Откуда помните так? Выразились. Мы не ставим цели у кого-то пристыдить за это незнание. Конечно же, в будничной суете не всегда есть время о том, чтобы остановиться, задуматься о том, что благодаря этим людям, этому поколению, их мужеству, мы вообще существуем, мы вообще живем. И о том, что наши тяготы, которые мы переживаем сегодня, это сравнение с тем, что пережили наши деды и прадеды, это ничто. Это очень легкая, очень спокойная, благополучная жизнь. А тогда реальная опасность, страх, смертельный ужас, они были вот на каждом шагу, некуда было от этого сбежать. Константин Сергеевич, вам приходится отвечать на вопрос, а зачем вообще нам все это знать? Сто лет практически прошло, сейчас другое время, другие проблемы, другие заботы. И вообще, если посмотреть с другой стороны, то, может быть, не так все и было. Ну, есть разные суждения, конечно же, бывают, попадаются люди, хотя в большинстве своем люди приходят заинтересованные, кто посещает наш музей и кто, так сказать, экскурсионное обслуживание, просит, чтобы разобраться в деталях. Особенно чаще всего заказывают экскурсии, даже индивидуальные у нас. Гости нашего города много у нас отдыхало в санаториях, иногородних, и даже, так сказать, из соседних государств к нам часто гости приходят. Но есть и такие люди, кто говорят, что, знаете, уже, наверное, хватит, вот уже война, уже прошло и тому подобное. Но вся проблема в том, что история развивается по спирали. И когда мы забываем какие-то события, к сожалению, не имеют особенность возвращаться. Поэтому, чтобы мы, как бы, знали историю, вот то, что предшествовало, чтобы не делать ошибок, чтобы избежать вот всевозможных катаклизмов, я все-таки считаю, что историю надо знать, помнить, ценить. Тем более, что цена огромная за эту победу, и в ней приняли участие практически близкие, вот, ну, всего населения, которое, так сказать, сегодня проживает и в городе, и в области. И, ну, узнать историю – это наши долги, наши обязанности. Сейчас, ввиду тяжелой эпидемической обстановки, дети, наверное, к вам уже не приходят, школьники, а так это же самые частые ваши гости. Константин Сергеевич, ну, вот одно дело говорить с уже взрослыми людьми. А как с современными детьми говорить о войне? Ну, на доступном им языке, мы пытаемся, то есть, как бы, поскольку я часто тоже бываю в образовательных учреждениях, и я изучал детскую возрастную психологию, я стараюсь, как бы, излагать материал доступный детям, дозированный, потому что, разумеется, наши дети быстро устают, и, как бы, им нужно, вот, с позиции, как бы, близкой их пониманию рассказывать об этих событиях. Но это обязательно, я хочу сказать, что есть дети, которые уже в третьем классе очень хорошо ориентируются в историях, чувствуются, с ними работают родители, педагоги и так далее, поэтому, вот, это помогает нам как-то доносить информацию о войне. А о том, какими были их сверстники в военные годы, какой жизнью они жили, рассказываете? Ну, конечно, дело в том, что, ну, во-первых, вот даже у нас в экспозиции, когда к детям приходят, и мы им показываем, у нас там, допустим, есть сыны полков, вот, Валентин Дончик, Станислав Кравников, ну и, конечно же, к сожалению, недавно покинувший нас в 17-м году Георгий Артеменков, который был свидетелем водружения знамени Победы над куполом Рейстага и сфотографировался на ступеньках Рейстага, поэтому, ну и другие ребята, которые, тот же Гриша Подобедов, который был юным партизаном и во время выполнения боевого задания, значит, уложил 11 фашистов и, так сказать, погиб смертью героя, поэтому были и такие, разумеется, что мы стараемся доносить. Или юные герои, такие, как Борис Сариков, наш гомельчанин, самый юный герой Советского Союза. И вот примечательно, когда-то я длительное время, маленькая школа, и я решил, что вот надо охватывать большие школы, было большое скопление детей, и я приехал в эту школу, я был приятно удивлен, что в начале второго полугодия первоклашки, которые пришли, когда я им показал фотографию Бориса Царикова, все хором, трожно сказали, Борис, то есть ведется работа, там есть музей, в котором рассказывается о Борисе, есть стенды на коридорах, то есть дети знают, и вот это приятно, это радует. Два года назад ушла из жизни ветерана мотоспорта спорта Тамара Пчеленкова, она рассказывала, что ей было 12 лет в военные годы, брала сестричку четырехлетнюю, скакалку, мяч и шла с ней играть к полицейскому штабу, а все, что видела, слышала, запоминала и рассказывала своему отцу, который был командиром партизанского отряда. Мне страшно представить, что переживала мама, когда две девочки идут к полицейскому штабу, не просто там, чтобы как-то мимо пройти, а еще, чтобы постоять, запомнить какие-то данные, посчитать машины, направление движения и рассказать об этом партизанам. Вот это уровень самосознания 12-летнего ребенка. И это ведь в годы войны и вообще для этого поколения, это не исключительный случай. Так жили сотни советских детей. Да, действительно, вот был такой уникальный случай. Семья Испинской переехала в Речицу, ну так, во время войны. Они остановились дальше, просто уже не представилось возможностям. Они поселились в Речице и Толя Захаренко по просьбе матери был как раз вот к работе этой подпольной, разведывательной был привлечен. Более того, играя с мальчишками, в общем-то, он сумел подложить магнитную мину под танки, взорвал танк. И у нас есть уникальная фотография в музее, где руководители, в общем-то, украинских соединений, дважды герой Кавпак, дважды герой Федоров и герой Советского Союза Собора, руководители трех соединений украинских партизан, сфотографировались с Толей, вот у которого была медаль за этот подвиг партизану Великой Отечественной. Поэтому десятки таких малышей, которые помогали своим родителям в борьбе с фашистами. Таким было то поколение, поколение наших бабушек и дедушек, поколение народа победителей. И от нас-то всего требуется помнить о них, знать о них, рассказывать о них, хранить эту память. Константин Сергеевич, как Вы считаете, что для этого нужно нам, современному поколению, для того, чтобы не распространялись идеи, которые когда-то мир чуть уже не привели к краху, и которые очень страшно, что набирают популярность, да, идеи национализма, фашизма, вражды, разделения людей по признаку их нации. Что может сделать каждый из нас для этого? Ну, во-первых, надо обратить внимание на исторические документы, подлинные документы, потому что, к сожалению, в информационных ресурсах, при тех возможностях сегодня, в этой информационной войне, конечно же, вбросы делаются различные. Поэтому я бы советовал молодежи знакомиться с документами. Вот мы когда-то уже начали такой проект, еще он, к сожалению, полностью не завершен. Вот особенно подвергалась критику партизанской движения. И как бы мы совместно с Национальным архивом выпустили два тома гомичной партизанской. И вот сейчас мы думаем еще поработать на третьем том, где опубликовали фашистские документы. Вот нам помогли с Украины достать из Житомира с архива, и где свидетельство противника о действиях партизан свидетельствовало о том размахе. Поэтому я советую, конечно, знакомиться с документами и делать выводы на основе их. А я могу посоветовать всем нашим зрителям обязательно посетить, когда стабилизируется обстановка, это будет безопасно, посетить музей военной славы, пообщаться с вашими замечательными специалистами, экскурсоводами и узнать что-то новое о городе и о стране, в которой мы живем. Спасибо вам огромное за сегодняшний диалог. Есть один вопрос у нас на сайте, спрашивают, есть ли тир в музее? Есть, но только он работает. Можно ли прийти пострелять? Тир у нас есть, он работает только в субботу и воскресенье. И он и теперь работает. В принципе, можно прийти и, в общем-то... Спасибо огромное за интереснейшую беседу, Константин Сергеевич. Самое первое, наверное, одно из самых первых поздравлений с Днем Великой Победы в эфире. Белорусская Терегомель прозвучит сегодня от вас, прошу вас. Ну, уважаемые товарищи, мне прежде всего хотелось бы поздравить в первую очередь наших дорогих ветеранов. Их очень мало осталось. И я хочу пожелать им крепкого здоровья, долголетия, чтобы они много, как живая история, жили среди нас, помогали нам во всем. Ну и, конечно же, тружеников тыла, которые ковали оружие Победы. И все поколения послевоенные людей, которые встречают это 75-летие, всем здоровья, мирного неба, ну и всего самого доброго. Спасибо огромное. Заместитель директора Гомельского областного музея военной славы Константин Мищенко был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok